Так, отлично. Так, похоже нам удалось, приодаясь очередную порцию технических нюансов, соответственно, мы с вами продолжаем разговор. Ну что ж, за время перерыва, я надеюсь, вы успели немножко выдохнуть, появились ли у вас какие-то новые вопросы за это время? Если появилось, то давайте. Если нет, то мы с вами сейчас двигаемся дальше. У нас с вами не супер много времени осталось сейчас, соответственно, я думаю, что небольшой кусочек разговора про регулярки, которая мы через 5 минут начнем, уползет на нашу следующую лекцию, но на сегодня нам тоже хватит чем заняться. Итак, коллеги, я не вижу ничего в чате, признавайтесь, есть вопросы новенькие? Нет вопросов новеньких? Степана, откройте тайну, а где вы находитесь, что у вас сейчас утро? У нас, с вашего позволения, уже день и даже, наверное, ближе к вечеру. Или доброе утро, это у вас приветствует по умолчанию. Ладно, Степана отмалчивается, будем считать, что это был блюд. Тогда, значит, помимо детерминирования, о котором мы с вами недавно говорили, есть еще один стандартный способ записи для конечного автомата, который называется нормализация. Я его упоминала где-то в самом начале, когда был вопрос про возможность записать единственные начальные вершины, единственные конечные вершины. Вот сейчас мы эту штуку и определим. Ну, Степана, я даже не знаю, завидуюсь вам или сочувствовать, если у вас сейчас 13.30, самое время вставать. Наверное, зависит от ситуации. Итак, нормализация – это представление в форме с единственным начальным и единственным конечным состоянием. Конструируется она достаточно элементарно. Пусть у нас есть какой-то конечный автомат, но здесь что-то происходит. Ну, а здесь F1, F2, F2, FK. Я сказала FK. Тогда, посчитай, здесь какие-то веса, тогда достаточно добавить фиктивное новое состояние F, куда из всех конечных состояний, которые мы с вами заявили, будут вести эпсилон-переход. И точно так же в нашем определении этого не было. Ну, у нас начальное состояние было единственным, но, строго говоря, если бы это было не так, ничто бы нам не помешало добавить фиктивное начальное состояние, ну, какое-нибудь такое, F, V, T, откуда шли бы эпсилон-переходы во все возможные начальные состояния, если бы их было больше одного. То есть в этом смысле нормализация – штука довольно прямолинейна. Как вы понимаете, есть нюанс. Нюанс заключается в том, что при таком способе нормализации автомат, конечно же, получается недоторминантным. Ну, вот такая вот проблема. Тем не менее, тогда это бывает любопытно. И сейчас, прежде чем переходить к разговору о регулярках, я бы хотела бы сформулировать для вас еще одного ужика, еще одно упражнение для лающих. Верно ли, что если перед нами есть нормализованный конечный автомат, заметьте, коллеги, я не пишу НКА, потому что НКА – это у нас недоторминированный конечный автомат? Итак, верно ли, что нормализованный конечный автомат можно интерпретировать как специального вида машины тюрьмы? Верно ли, что нормализованный конечный автомат можно интерпретировать как специального вида особого рода машину тюринга? Ну, вот проблему с не единственным начальным и не единственным конечным состоянием в этом месте решили. Подумайте, пожалуйста, об этом. Это хорошее, интересное упражнение, которое, ну, я искренне считаю полезным сделать тем, кто пытается в этот вопрос углубиться. Это прикольно. Ладно. Значит, на самом деле вопрос о нормализации, он для нас такой, достаточно прикладной. И мы сейчас, вот в рамках разговора о регулярных языках, будем периодически пользоваться возможностью нормализации конечного автомата. Собственно, не пройдет и 15 минут, как вы увидите, о чем, собственно, речь. Хорошо. Значит, соответственно, сейчас мы наконец-то имеем возможность переключиться на разговор о регулярном упражнении и теореме клиника. Значит, коллеги, могу я стирать доски, и то, что на ней сейчас написано. Малу, спасибо. Регулярные выражения, регулярные языки, теорема клиника. Значит, коллеги, начну по порядку из дурика. Я полагаю, что кто-нибудь из вас в своей программистской жизни уже с регулярными выражениями сталкивался. Есть вот такие? Есть вот такие? Сталкиваюсь. И как впечатление? И как впечатление? Довольно нутерно. Так, Тау, я вижу ваш вопрос, я отвечу на него ближе к концу нашего эфира, я не забываю. Значит, иногда удобно использовать, в целом прикольно. Окей, значит, на самом деле, коллеги, я согласна с каждым из тех, кто сейчас открылся в чате. Надо честно признать, что с одной стороны, конечно, с тех пор, как, скажем, я только начинала знакомиться с регулярными выражениями, простите, 20 лет прошло, они довольно сильно продвинулись вперед. А с другой стороны, я прекрасно помню свои впечатления соответствующие. Вы тогда, не это смеясь, говорили о том, что если у нас есть проблема, и нам кажется, что мы ее можем решить при помощи регулярных выражений, то, в принципе, у нас есть две проблемы. Соответственно, вот сейчас, сейчас мы с вами немножко посмотрим этому делу подкапота в потрохам. Здесь нужно очень хорошо понимать, друзья мои. Мы сейчас будем говорить именно о той математике, которая находится у регулярных выражений подкапота. Соответственно, есть куча стандартов в записи регулярных выражений, которые, я имею в виду сейчас стандарты, ну, скажем так, облагораживают эту математику огромным количеством синтаксического сахара. Я этим заниматься с вами не собираюсь. Да? Вопросами стандартов реализации вы будете заниматься, ну, когда будете выбирать, что конкретно вы будете писать, там вот хотите посекс, хотите еще что-нибудь, полная свобода. Я сейчас этого самого синтаксического сахара добавлять буду по минимуму, потому что, еще раз повторю, нас с вами интересует, что у ей внутри. Анализатор и дубитель. Так вот, прежде всего, прежде всего, мы с вами должны понимать, что у нас будет, что у нас будет всего три основных операции. Это операция конкатенация, если у нас есть конкатенация, склейка строк, да, я даже не вижу необходимости их переснять. Объединение. И вот здесь терминология, терминология неоднозначная. Я видела, как эту штуку называют, атерации, мне она не нравится, это словечко. Все-таки, стандартно, это замыкание клини или звезда клинина. Вот это самая звездочка. Да, здесь, возможно, не очень хорошо видно звездочку у меня, это верхний индекс. И это, собственно, все возможные цепочки из любого количества аши, идущих подряд, включая пустую. Ровно эти обозначения я в основном и буду использовать. Написание рядом, это просто склейка, конкатенация. Написание через вертикальную черту, это альтернатива, дизъюнкция. И звездочка, это вот все возможные цепочки, включая пустую. Вот здесь я хочу отметить единственное место, где я буду использовать синтаксический сахар и заодно с пояснением. Дело в том, что довольно часто для объединения используются и вертикальная черта, а плюсик. Вот такую запись для объединения можно встретить сплошь и рядом. Я в основном ей пользую цену идуваю. Может быть, в некоторый момент она у меня всплывет, но в основном нет. Почему? Потому что я хочу иметь возможность использовать вот такую штуку. Здесь у меня, обратите, пожалуйста, внимание, плюсик, ветхий индекс. И это все возможные цепочки, исключая пустую. Это все возможные цепочки, исключая пустую. Собственно, это единственный вид синтаксического сахара, к которому я здесь привыкла настолько, что отказаться от него не готово. Соответственно, как вы понимаете, если у меня в одной записи будет плюсик вот такой и плюсик вот такой, они гарантированно будут путаться. Когда мы с вами пишем от руки, ну, это создает проблему. Поэтому, и почти исключительно, поэтому сейчас у меня вертикальная черта, вот она, объединение, а плюсик сверху это вот все возможные непустые цепочки. Если в какой-то момент вы не потребуете использовать вот эту запись, такое бывает, если есть привычка, да, изнасиловать эту привычку крайне сложно. Поэтому, если вдруг это произойдет, я вам непременно скажу, тогда мне придется вот от этого отказаться. Если у вас где-то возникнут сомнения, что я имею в виду, пожалуйста, не стесняйтесь, останавливайте, спрашивайте. Это важно. Итак, три возможные операции, основные операции, компетенация, объединение и замыкание клин. Теперь, коллеги, мы с вами дадим определение регулярного языка. В этом месте вы мне скажете, ну, мы же определяли регулярный язык, да, вот как раз язык порождаем и грамматиками типа G3, мы там говорили автоматный и регулярный. Да, и если вы вспомните, как раз там я говорила о том, что на самом деле то, что автоматный язык и регулярный язык это одно и то же, это вообще-то теорема. Вот это. Это теорема клиник, которая, если все пойдет так, как я планирую, все-таки станет клинцом нашего сегодняшнего разговора. Итак, мы будем называть регулярными следующие языки. Во-первых, регулярный язык это пустой язык. Язык, состоящий из пустого множества слов. Во-вторых, регулярный язык это язык односимболи. В смысле, состоящие из слова, собирающегося односимболи. Такие языки будут регулярными по определению. А дальше мы с вами будем говорить, что если у меня есть регулярные языки А и В, тогда регулярными языками будут вот такие. Соответственно, слово альфа лежит в А или В, если оно лежит в А, или если оно лежит в В. Ну, видимо, вот так, да? Нужно написать? Нет. Все-таки давайте вот так. Конкратилация. Соответственно, альфа у нас будет лежать А, В. если альфа это такая-то А маленькая, В маленькая, где А маленькая, то есть А большое, В маленькая, то есть В большое. Ну и, наконец, А с негаздой. Альфа между А с негаздой, если это Эксин, Альфа, Альфа, Альфа. Ну и так далее. Соответственно, мы с вами определяем регулярные языки, ну, я бы сказала индуктивно, да? Два самых простых регулярных языка, а остальные конкатенацией с клейкой, о, что я, конкатенацией с объединением или замыканием клеи. Замечательно. Важное замечание заключается в том, что регулярные выражения это порождающие грамматиками регулярных языков. Вернее, это способ записи регулярной грамматики для регулярного языка. регулярные выражения это просто просто способ записи порождающей грамматики для регулярного языка. Ну, это может быть не совсем очевидно, потому что мы с вами привыкли понимать порождающую грамматику как множество терминалов, множество правил вывода. Но, на самом деле, если у вас есть регулярка, то построить по ней порождающую грамматику в том виде, к которому мы к ней привыкли, ну, в общем-то, не так сложно. Ну, если у нас есть регулярка, которая устроена как А, Б или, ну, скажем, С со звездой. Вот у нас альтернатива. Все понятно. Тогда для каждого Витфельничек, давайте я скажу, что здесь у меня будут не терминалы, а здесь скажем Н1 и Н2. О, ВН2, еще Н1. преобразование. А дальше, если я хочу породить С со звездой, тогда мне нужно у них получать Эпсилон или СН2, и это породит мне цепочки любой длины. Ну, а если мне нужно породить склейку, ну, в кривиальном случае я могу написать А и Б сразу, если А и Б это не цепочки из одного символа, а что-то более сложное, ну, давайте я тогда добавлю сюда еще два нетерминала, скажем, Р1 и Н, нет, РА и РБ говорили так, соответственно, РА и РБ. Вот, пожалуйста, то есть на самом деле регулярные выражения это действительно достаточно компактный способ записи, порождающий грамматики для регулярного языка. Иногда можно встретить формулировку что-то в духе общая формула слова в языке. Это, в принципе, тоже достаточно корректное выражение, но, пожалуй, все-таки как форма записи порождающей грамматики мне она сейчас кажется более близкой к тому, что я хотела бы до вас донести. Хорошо, хорошо. Ну, опять-таки, примеры мы с вами уже видели, например, примеры, например, если я хотела бы описать регулярные двоичные числа, вот, пожалуйста, такой вариант. Если я хотела описать, ну, скажем, двоичные нечетные числа, то например, вот так. Да? Кстати, из этого я дам, думаю, сразу же следует, что регулярка для одного и того же языка конечно тоже не единственная. Более того, коллеги, это, пожалуй, момент, на который мне очень хочется обратить ваше внимание, особенно те, кто с регуляркой уже работает. Мы с вами вот сейчас не будем бороться за минимальность, не будем бороться за компактность. Вот все эти, безусловно, практически важные вещи сейчас останутся за рамками нашего рассмотрения. Сейчас мы будем просто объяснять, да, в оставшееся довольно небольшое количество времени, почему на самом деле регулярные языки, языки, вот такой вот, да, и автоматные языки, языки, воспознаваемые конечными автоматами. Это просто одно и то же. Значит, коллеги, есть ли какие-то вопросы вот по той пачке определений, которую я предложила, и могу я, соответственно, если вопросов нет, с доски стереть. Так, коллеги, я на секунду отойду, пока вы обдумываете ответ. Так. Так. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok то вот такой конечный автомат для него подойдет. Если я хочу язык, содержащий одно слово, причем пустое, то, например, вот такой автомат мне подойдет. Понятное дело, что это не единственный подходящий мне автомат. С тем же успехом я могу нарисовать вот такой. Но раз уж мы с вами только что играли в детерминированность, почему бы не дописать рад детерминированность? Ну и, наконец, если у меня будет односимбольное что-нибудь, нос не пустим алфавитом, опять-таки, что может быть проще? Вот, пожалуйста, элементарно. Теперь давайте смотреть, как я буду строить из двух регулярных языков следующие. Следующие. Значит, пусть у меня есть ЛАА. Значит, там есть САТ. Дальше что-то происходит. Ну и дальше давайте так. ФАТ1, да, ФАТ1 и ФАТ, ну что ж, послушайте, корень, у меня крутится буквы. ФАТК. И для регулярного языка В тоже есть СБТ. Почему? Вот из этой всей красоты я сейчас буду конструировать конкатенацию, объединение и звезду клиника. Еще раз повторюсь, это довольно просто. Давайте сначала сделаем конкатенацию. Ну что, я заведу себе начальное состояние, из которого по ЭФСИУ, я пойду в СА. Дальше у меня будет болтаться вот этот блок. Вот здесь внутри будет происходить то же самое, что происходило в САТ. Значит, здесь у меня Ф1АТ и так далее, ФКТАТ. А теперь из каждого из них я запущу ЭПСИЛОН-перевод в состояние СБТ. И внутри вот этого блока у меня будет твориться то же самое, что творилось в САТ. Ну, для того, значит, творится, творится, творится. Ф1АТ и так далее. ФАТ, ФБ. Ну, а дальше я запущу из него все эти переходы в состояние ЭФ, которое будет итоговым состоянием для языка, собственно, языка склейки, языка объединения. Ну, я бы сказала, что это довольно простая штука. Так, я сталкиваюсь со стандартной проблемой нехватки места. Я думаю, что объединение у меня сюда еще влезет. Я на это надеюсь. Так, вот мое начальное состояние С и два ЭПСЛУН-перехода. Один в СА, а второй в СБ. Дальше, как вы понимаете, вот здесь будет твориться то, что соответствует языку ЭПАТА, а здесь то, что творится языку ЭПАТА, тут ФИТА. Я даже не буду из-за всего писать ФИТА, 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 ФИТА. А дальше столько ЭПСЛУН-переходов, сколько мне потребуется. Опять-таки, коллеги, я здесь рисую один, нужно хорошо понимать, что на самом деле это будет столько, сколько конечных состояний для каждого из этих языков. И собираем в ЭПКРАСИБО. Элементарно. Ну, вот, да, на звезду клини мне места категорически не осталось. Могу стелить вот эту, верхнюю часть? Угу, 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 отлично. Итак, последнее, что мне осталось реализовать в этой половине наказательства, это звезда клинии. Ну, и ничего проще. Вот у меня есть звезда. С красивая. На самом деле, честно говоря, вот здесь я могу себе вполне позволить в качестве С красивого взять СА. Ну, давайте оставлю для некоторой общей формы записи, хотя конкретно здесь особой нужды в этом нет. Значит, F1А и так далее, FKTA. Значит, и опять-таки, коллеги, я на самом деле сейчас немножко упрощу себе жизнь, хотя по большому счету это не обязательно. А теперь смотрите, коллеги, если мне нужна звезда, то с одной стороны мне нужно иметь возможность попадать из С красивого в С красивое, естественно, все то же самое можно было бы сделать, отправить Эпсилу и все отсюда, вот сюда. Вот. Ну, а кроме того, вообще говоря, звезда подразумевает все цепочки, включая пустую, это значит, что мне нужно еще и вот такое. Возможно, здесь и так можно пройти по Эпсилу, этого я не знаю. Это зависит от того, что происходит внутри этого блока. Итак, коллеги, вот мы с вами сейчас просто предъявили способ построения конечного автомата для регулярного языка. По этой половине есть ли какие-то вопросы? Забегая вперед, сразу скажу, что эта половина легче для понимания, чем вторая. Так, эта часть чая оказалась слишком горячей, нужно дать ей немножко остыть. Итак, коллеги, есть ли здесь какие-то вопросы? Так, отлично. Ну, тогда давайте дождемся еще кого-нибудь второго и переключимся на вторую половину. Ага, спасибо, супер. Тогда вторая половина. Половина наоборот. Про то, как, имея конечный автомат, построить по нему регулярно. Спасибо. 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 Как по конечному автомату построить регулярно. И вот здесь, коллеги, До сих пор я делала следующее. У меня буквой С обозначались начальное состояние, буквой Ф обозначались конечные, а буквой Ку маленькой обозначались промежуточные. Сейчас мне нужно сквозным образом знумеровать все состояния моего автомата. Поэтому давайте я скажу. Надо все это убольшие, какие-то из них начальные, какие-то конечные, какие-то промежуточные. Мне сейчас не важно, кто из них кто. Как-нибудь, пожалуйста, отметите это себе, что вот это редчайшее исключение, чуть ли не единственное место, где я не буду писать С, Ф и Ку, а все состояния тотально обзову буквами Ку. Мне сейчас важна только нумерация. А вот теперь, коллеги, внимание. Значит, я правильно помню, что у меня тут есть кто-то, кто не любит букву Си. Да? Вроде бы кто-то из моих второкурсников выражал к этой букве антипатию. Кто это был? Ну, говори, есть этот человек здесь? Есть. Так, и на этом мы. Ну, хорошо, ради вас я готова отказаться в этом месте от буквы Си. Я люблю. Я очень люблю букву Си. Она совершенно прекрасная. Ну, коллеги, значит, еще раз повторюсь, что исключительно из симпатий некоторых, из присутствующих я в этом месте не буду писать букву Си. Хотя, еще раз повторюсь, лично мне она крайне симпатична. Давайте сегодня какую-нибудь другую букву. Ну, давайте так. Какую греческую букву вы любите? Какую греческую букву вы любите? Тау. Тау вам объясняются в любви. Ну, хорошо. Значит, тогда, соответственно, Тау с индексами и Жи Ка. Где? Значит, это кипочки символов нашего алфавита такие, что И. Это номер начального состояния. Жи. Это номер конечного состояния. Самое сложное, не, самое нетривиальное, это третий индекс. Ка это максимально возможный номер состояния выступающего в качестве промежуточного. максимальный номер промежуточного состояния цепочки. То есть, например, если я пишу Тау, ну, скажем, 1, 2, 1, это значит, что меня будут нарисовать цепочки, которые начинаются в Ку-1, заканчиваются в Ку-2, а в качестве промежуточного, ну, вот там, что внутри происходит, в качестве промежуточного я могу брать состояние с номерами не больше единицы. В данном случае не больше единицы это только Ку-1. если я напишу, ну, например, 3, это значит, что здесь по дороге могут встречаться Ку-1, Ку-2, Ку-3. Так, коллеги, пожалуйста, вот к этому обозначению отнеситесь по возможности аккуратно, потому что здесь возникает масса сложностей. А вот теперь смотрите, зачем мне вся эта красота нужна? Я сейчас в каком-то смысле рекурсивно определю соответствующий регуляр. Итак, прежде всего, как выглядят Тау и И Ноль. Как могут выглядеть цепочки, у которых начало и конец это одна и та же вершина, а промежуточных вершин нет вообще? Давайте я скажу, что у нас с вами алфавит. Это А1 и так далее АС. Итак, как же может выглядеть цепочка, у которой начало и конец в одной точке, а промежуточных вершин нет вообще? коллеги, неужели это все? Пустая цепочка, конечно, подойдет. коллеги, а еще бывают петли, правда? если у нас с вами в вершине куитая висит петля, то один-то раз мы по ней пройти можем, правда? Да, слова из одного символа только не все. Это слова из одного символа, которые соответствуют петле. А вот если я напишу вот такую штуку, то вот это как раз будут слова из одного символа, которые соответствуют не петли. Обратите внимание, коллеги, с точки зрения структуры автомата, это штуки, выделенные в два разных типа. Когда начало и конец впадают, и когда начало и конец не западают. Так, коллеги, вот этот момент понятен? не отлично. Так, ну, теперь на самом деле индукционный переход. Пусть мы с вами умеем выражать вот такие штуки. Переход из И в И через вершину с номерами от единицы до К-1 и то же самое для переходов из И в Ж. Сейчас мы с вами напишем, как будет выглядеть тогда переход через К-символов. Это довольно просто. Это довольно просто. Если я хочу попасть из вершины И в вершину И через вершины с номерами от единички до К, то варианта у меня два. Либо на самом деле я катую вершину, не использую. Либо Либо В какой-то момент Я перешла в вершину К. О, прошу прощения, не так. В какой-то момент я перешла в вершину К через не более чем К-1 промежуточную, покрутилась в этой вершину, да, причем здесь я могла делать кругами, а потом из этой катой вершины я выбралась обратно в Итую, опять-таки, не больше чем через К-1. Ситуация с переходом из И в Ж на самом деле будет очень похожа. Здесь вот нужно написать. Либо на самом деле я катую вершину вообще не забивала, обошлась предыдущими К-1. Либо я из Итой вершины попала в Катую, в Катой вершине покрутилась, а потом из Катой вершины вышла, только не в Итой, а в Ж. опять-таки, используя в качестве промежуточных вершины с номерами не больше, чем К-1. А, ну, собственно, вопросы, которые здесь задаются, я так вижу, что Вы, на самом деле, вполне бодро на них отвечаете. Это совершенно здорово. Значит, так, сложная ягодка. А, это был не Ваш вопрос, прошу прощения. Это Вы, как раз, наоборот, отвечали в далеку сону. Ну, да, совершенно верно. Мне, в общем, ничто не мешает здесь наплодить петель. Хоть для каждого символа, почему нет? Собственно, и сложная ягодка, где мы написали Вам примерно то же самое. Так, ну что ж, коллеги, собственно, вот мы написали с Вами индукционный переход. Осталось, собственно, завершить эту выкладку. И это делается именно так. Нужная мне регулярка, та регулярка, которая будет распознавать нужный мне язык. Выглядит так. Значит, коллеги, вот здесь я вспомню, что среди этих моих вершин есть начальные и конечные. Сейчас будет видно, почему. Нужная мне регулярка – это Тау из С в Ф1 через все возможные вершины или Тау через С в Ф2 через все возможные вершины и так далее. Тау из С в Ф2 через все возможные вершины и так далее. Да, все скобки на месте. Значит, здесь действует соглашение о том, что вертикальная черта, разделяющая варианты, относится к глобу целиком. Да, то есть здесь, видимо, Вам может не хватать дополнительных скобок вот здесь. Давайте я их сделаю пультирую. Ну, вот они обычно не ставятся. По крайней мере, в ручной записи. Это связано с тем, что выкладки и так получаются достаточно громоздкими. Если их загромождать еще больше, то это, как правило, не облегчает восприятие, а скорее осложняет. Так, сложные ягодки. Собственно, в выкладках это написано. Посмотрите, пожалуйста. Вот я хочу попасть из Итой вершины в Итую, используя в качестве промежуточных вершины с номерами от единицы до К. Я могу это сделать всего двумя способами. Либо на самом деле вершина с номером К у меня не встречается. Я там использовала вершины только с номерами до К-1. Тогда это предыдущий вариант. Это индукционное предположение. Если вариант с вершиной К у меня все-таки попадался, тогда я должна из Итой вершины попасть в К-2, используя в качестве предыдущих только вершины с номерами от единички до К-1. Дальше я могла побегать из Катой вершины в Катую, опять-таки, используя в качестве промежуточных только вершинки с номерами от единички до К-1. Вот эта звезда означает, что я там могу долго бегать. Ну а после этого из Катой вершины я должна вернуться обратно в Итую, опять-таки, используя для этого вершины с номерами от единички до К-1. Все это делается сколько угодно раз. Потому что, ну, претля есть претля. Вариант для перехода из И в Жи отличается ровно одним. Вот этой внешней звездочки не будет, потому что у меня начало и конец отличаются. А дальше все то же самое. Либо я перешла из И в Жи, на самом деле не используя Катая вершину, используя только вершины с номерами от единички до К-1. Либо я из И добрела в К через вершины с единички до К-1. В Катой вершине покрутилась каким-то образом, вернувшись в нее, да? Снова в качестве промежуточных только первая К-1 штучка. Ну а потом из Катой вершины перешла на сей раз в Жи, опять-таки используя в качестве промежуточных вершины с номерами от единички до К-1. То есть здесь как раз выкладка, в общем-то, написана. Да, единственное, что здесь все время нужно помнить, что означают мои индексы, которых, вы видите, целых три. О, шикарно. Ну, тогда, собственно, значит, вот последний штрих, вот наша с вами регулярка. И, коллеги, вы понимаете, да, что, в принципе, этот, это, ну, как бы, это алгоритм, ну, в общем, можно использовать для построения регулярки по автомату. Он чудовищно неэффективен. Желающие развлечься, можете взять какой-нибудь не суперсложный автомат и просто попробовать. Вы увидите, что да, это возможно, но это очень мучительно. Соответственно, делать так с вами мы не будем. Мы обсудим другой, я вот пока что не определила для себя один или два, алгоритм построения регулярного выражения по конечному автомату. Ну, а что касается обратной задачи, задачи построения автомата по регулярке, мы на самом деле только что ее разбирали в самом начале. Да, когда я написала, ну, какую-то достаточно абстрактную регулярку и прокомментировала, как собрать из нее нужные кусочки. Отлично. Так, ну что ж, коллеги, у нас с вами на часах 17.21. Есть ли у вас какие-то еще вопросы, которые вы хотели бы мне сейчас задать? Если есть, то сейчас самое время. Я помню, что там еще был вопрос от Тау, его я оставляю на самом конце. Да, я с вами согласна. Тема действительно, ну, такая. Вот, понимаете, я даже не готова сказать, что она трупная в смысле каких-то супернетривиальных идей. Она довольно громоздкая в записи, с одной стороны, и довольно непростая с точки зрения формализации вашего понимания. Да, вы, может быть, помните, у меня есть одна из любимых фраз о том, что если вы понимаете, но не можете объяснить, то на самом деле вы не до конца понимаете. Вот здесь это очень хорошо видно. У многих из вас довольно быстро наступит момент, когда вроде бы решать задачи как-то можете, ну, по крайней мере, типовые задачи, а объяснять, что вы там сделали, это гораздо сложнее. Ну, и, естественно, я вас очень призываю, так сказать, не ограничиваться просто тем, что вы умеете решать стандартные задачи. Объясняйте, обменивайтесь секретной информацией. Такого рода братский обмен между учащимися, он, на самом деле, очень много сопоставима с тем, что вы получаете, ну, вот, разговаривая, слушая лекции. Хорошо. Значит, раз вопросов в чате больше нет, то давайте я на закуску отвечу на вопрос Тао. Тао задал вопрос такой, а можно ли считать компьютер конечным автоматом или там структура более сложным? Значит, Тао, честный ответ на ваш вопрос звучит так. Если у вас есть программа, написанная в императивном парадигме, на императивном языке программирования, то тогда ее можно интерпретировать как конечный автомат. Если вы имеете дело с программой, написанной в декларативном парадигме, хотя бы частично, уже нет. Ну и, соответственно, говорить о компьютере как о конструкции, как о конечном автомате, это очень наивно. Нет, конечно, это нехорошо. Значит, на всякий случай, коллеги, я надеюсь, что все помнят, что такое императивное и декларативное парадигме программирования. Если вдруг кто-то не помнит, пожалуйста, упочните, в смысле у меня. Я могу это объяснить в пяти словах, это не займет моего времени. Это на самом деле довольно важно. Ну, а если все знают, тогда вообще шикарно. Тогда вообще шикарно. Так, ну что ж, ну что ж, друзья мои. Значит, в чате в целом тишина. Видимо, это означает, что наши сегодняшние труды можно потихонечку завершать. Функциональное программирование из того, что у вас, в принципе, упоминается, ближе всего к так называемому лямбдоисчислению. Собственно, если кто-то из вас пытался что-то писать на Хаскеле, ну вот, это почти в чистом виде лямбдоисчисления. Это классификация по немножко другому основанию. Опять, когда мы с вами когда-то впервые вводили какие-то классификации, мы говорили о том, что отделы тоже множества, можно классифицировать по разному основанию. И, соответственно, получатся разные результаты. Ну вот здесь будет совершенно другая история. Тауэ это не поможет. Это не поможет, потому что сама по себе трактовка архитектуры, архитектура РВМ, хоть принстонская, хоть гардовская, они значительно сложнее. Именно на юргистскую точку зрения. Поэтому свести к конечному автомату, если вы хотите сохранить полноту описания модели, просто не получится. Просто не получится. Хорошо. Так, ну что ж, друзья мои, давайте я попробую показать вам в качестве завершающей картинки вот эту. Ну, я надеюсь, она попадет в кадр, хотя, вы помните, у меня чудовищные проблемы с попаданием картинки в кадр, но я постараюсь. К сожалению, так, не вставала, да? Ну, похоже так. Соответственно, ёж это в некотором смысле тотемное животное всех, кто о чем-нибудь думает. Ну, вот я надеюсь, что сегодня все мы немножко ёжики. Каждый из нас по-своему ёжу. Ну что ж, 0,4 до встречи в среду. Ну, а все остальные до встречи через неделю. Всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok